По словам специалистов, это самое прислуживание по ворванию по драг-рейсингу в Беларуси. Приехало, ну, скажем так, чуть-чуть меньше, чем хотели. Но, в принципе, есть представители всех классов автомобилей и стритовых, то есть обычных гражданских, уличных авто, на которых люди каждый день ездят и любят погонять. И представители про-классов, то есть специально подготовленные автомобили, задний, передний, полный привод. Быховский аэродром по меркованию драг-рейсеру – одна из самых знакомитых для отцовок. Для отцовок-чемпионов нет в нарожении шматненьких рекордов. Кому максимум выпробовать себе находка сменовита тут, для удельников – за радость. Отличный просто аэродром, отличное покрытие. И, как бы, ну, альтернативы не было, приехали сюда сегодня. А откуда вы приехали? Мы из Витебска, завтра едем в Украину на соревнования. Не первый раз здесь, постоянно сюда приезжаем. Если, ну, проходит такого рода событие, то обязательно приезжаем. Тут можно и ходовые характеристики поролнать, и оценить интерьер, экстерьер, а так само разностайный тюнинг-ауто. Ну, вполне неплохо, хороший зацеп, хочется больше участников, мало машин подготовленных. Я люблю этот автоспорт и живу им. Сустреть девчину в этом экстремальном виде спорту сдавалось бы неизвычайно, алифакт – деликатная блондинка из Минску. Тяжко уявить, что Вольга уже другие годы на рауне с мужчинами, переодолевая от дольки в дистанции. И поздно, раз, в частности, все больше высокая. Страшно, когда рядом серьезные, злые мужчины, машины. Конечно, страшно, но меня это затягивает, мне это нравится. Поэтому продолжаем. Аутофест ладится двойче угодно. Наступный этап, законованный на восемь. Там скороются трехрейсеры, шесть икраин. Польша, Литвы, Германия, Украина, Россия и Беларуси. Место сустреча воздержается. Алина Миншанкова, Юрий Ауласов, Новины региона.